привет другие друзья меня зовут алексей я из владивостока сегодня у нас на обзоре вот такая колбаса вариант крафтовской колбасы с сыром в натуральной оболочки давайте разрежем попробуем что у нас получилось посмотрите друзья не знаю поймала ли фокус камера но мой глаз точно фокус поймал огонь нам четко колбаса сыром очень знать как я сделал не переключайся а после просмотра пиши комментарии ставь лайки и пусть у вас все будет хорошо не переключайтесь так у нас здесь различные куски мяса вырезки всякие ноги я буду делать предпосол после этого я уже разделена колбасу на орехи на рулеты на различные вкусности в предпосол я добавлю аджиномоту обязательно добавлю мускатный орех обязательно добавлю чесночок сушеный и добавлю нитритную соль 18 грамм на килограмм продукта все три дня посолю потом распределю по различным так скажем кулинарным блюдом и уже добавлю различных специй еще какие куда идут по рецепту по рецептуре поехали сейчас пересыплю все солью с чесночком и усилителем вкуса и уберу в холодильник но специи наши готовы забыл сказать каждой специи по 3 грамма на килограмм усилитель вкуса чесночок и мускатный орех все просто пересыпаем наше мяско перемешиваем хорошо и убираем холодное место на два-три дня для предпосола сделали предпосол мясо нашего виде температура такая сейчас мы будем пускать через мясорубочку сало вот это я нарезаю вот таким вот кубиком мелким все пропускаем через мясорубку и добавляем специй сало кубиком нарезали в тару и в кипяточек с потера или с чайника сало потому что с брони твердая ему нужно немножко подвариться и за счет того что она отдастся кипятком она не будет перемешиваться с фаршем красивый рисунок получится колбасы залили кипяточком и стоит мы тем временем нашу мяско через мясорубочку пропускаем вот через вот такую решетку 8 миллиметров ну все фарш накрутили видите за счет того что он холодный жир не смешивается с нашим мясом проверяем температуру фарша ноль градусов также мы слили наши сальцы все стекло надо ему остыть чтобы она не была горячим сейчас мы замешивать будем добавим фосфат 35 грамм на килограмм фарша нужен для того чтобы избежать бульонного отека и придать эластичность нашей колбаски также я добавлю кориандра 3 грамма на килограмм мяса принципе предпосоли там уже есть мускатный орех есть усилитель вкуса и есть соль нитритная все добавляю и убираю холодильник еще мариноваться часов 12 да кстати на килограмм фарша еще добавляю ледяной воды где-то 10 процентов то есть 100 миллилитров примерно на килограмм фарша чтобы колбаска была более сочный ну и фосфат поможет и задержаться в продукте фарш помариновали будем его забивать вот в такую кишку 34 36 черева свина и уже заранее вымочил и еще я в этот фарш сейчас добавлю нарезанный кубиком сыр все сырок порезал теперь мы его замешиваем с фаршем сыра примерно ну не знаю грамм 250 не больше на полтора килограмма фарша этого достаточно замешали и в колбасный шприц поместили ну и плотненько утром бывали все кишку промыли туда маслица капнули и прогнали через все и на цевочку и и на деле цевку тоже масло надо растительным смазать ну в общем вот так натянул узелок завязал и все и поехали набивать такая колбаска у нас получается красота иголочка лишний воздух спускаем еще вешаем оттепляться вот такая красота получилась все оставляем оттеплиться вот он мой швс-1 загрузка до 80 килограмм от компании мазки так вот он выглядит такой вот размер чека тут у меня вентилятор тем колбаска наша сыром висит только что повесил сейчас будем ее обдувать у него конструктив простой тут есть продольные шпажки виде стенок вставляется в отверстие самой сушильни поперечные спашки на которые вешается продукт вот закрывается таким вот образом и включается включаем кнопку работы всей системы также запуск вентилятора включение тена и регулировка температуры в камере подаваемого воздуха а внутри есть вот такой щуп он поток воздуха и замеряет и понимает когда отключить когда включить тем все включаем выставляя температуру 25 градусов включаем тем полчаса нашу колбаску обдуваем после этого будем ее оттеплять и коптить производить термическую обработку друзья мой уек 2 на 25 от компании москит вот так вот он выглядит нет так все оборудовано вытяжка сделано сейчас покажу как он устроен внутри у нас имеются вот такие выдвижные рельсы на них у нас вешаются шпажки и на них продукт вот рельсы висят на таких вот штуках которые не проводят электричество на рельсы подается проводок фаза наши электростатики по стенкам у нас тут такие решеточки тут поддончик под поддончиком тен находится и подзольничек выход собственно мы вешаем наш продукт на наши рельсы и проверяем зазору чтобы фаза не соприкасалась с нулем иначе будет замыкание электростатика работать не будет в принципе давайте повешаем наш продукт вы увидите как это все выглядит так друзья наша колбаска подвялилась так это она выглядит давайте перевешиваем нашу коптильню вот повешали вот на такие вот выдвижные рельсики все закрываем воткнув щуп в колбасу и запускаем закрываем нашу коптильню так друзья у нас вот здесь есть зольничек вот такой вот тут есть хомутик специально чтобы закрываться коптильня работает на таких дровишках 4 штучки 15 сантиметров где-то грамм 200 таких дровишек плюс я в копчение всегда добавляю вот такие вот корки высушенные апельсинов мандаринов вот так вот запихиваются эти дровишки вот так вот эта кожура туда помещается все она даст цвет вкус и аромат нашей продукции закрываем таким вот образом и все сейчас будем запускать коптильню розетку включу поставили щуп теперь запускаем работу всей системы коптильни наша задача догнать колбасу до 69 градусов включаем работу всей коптильни и включаем тэн выставляем на максимум 110 градусов все ждем когда будет 69 градусов после этого мы включим работу зольничка выставим тоже на максимум и подождем 15 минут после этого будем включать электростатику вот мы дальше расскажу колбаска наша практически готова сейчас запищит вот все выключаем вытаскиваем щуп и включаем коптильню щуп убрал значит выбираем температуру градусов на 40-30 вот включаем работу зольничка выставляем на максимум через минут 15-20 когда дрова разгорятся мы уберем мощность я уберу до 250 градусов у меня термостат стоит вот у кого диммерки до 100 120-80 градусов убирают температуру и потом включим электростатику все друзья прошло 15 минут дрова разгорелись ставлю 250 градусов и включая электростатику и слушаем не кряхтит не гремит как работает чтобы замыкания не было самое главное все коптим минут сорок один час наши дровишки прогорели выключаем зольничек наш еще оставляя минут на 15 поработать электростатику чтобы весь лишний дым скушался тем временем можно почистить зольничек от лишних дров которые остались опилок все прошло нас минут выключаем электростатику включаем работу всей системы давайте посмотрим что там у нас с нашими колбасками наши крафтовские колбасочки сейчас повешаем швс и обдуем будем проводить в итоге вот такая красивая у нас получилась колбаска сыром тоже крафтовая сейчас обдуем ее еще и будем пробовать запускаем швс я благодарю тебя за то что ты досмотрел это видео до конца пока пока